МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днём Ангела, дорогие именинники! Сегодня почти в каждом доме есть Библия. Для нас это так привычно, кажется таким нормальным и естественным. И иногда трудно представить себе, что были времена, когда священная книга, хранящаяся дома, была по сути сокровищем, ведь переписывали их годами. Материал для Библии, пергамент ли то, или это был папирус, скажем, это был очень дорогой материал, и позволить себе иметь книги священные дома могли только монастыри, богатые храмы, или очень богатые люди имели их в частном употреблении. Да и даже дело не столько в этом, но только в дороговизне материала и в дороговизне и кропотливости труда переписчиков, ведь Библия — это не книга одна, это книги. Священный канон формировался в течение долгих лет, и Церковь в первые 3-4 столетия занималась кропотливейшим филологическим трудом и анализом, отбирая нужное, сопоставляя списки, шлифуя текст, выбрасывая грамматические ошибки, отвергая ложные книги. Мы должны быть глубоко благодарны Церкви за то, что столетиями она вела священную работу по составлению кодекса священных книг и недопущению туда книг ложных, еретических, неблагодатных. Сегодня Церковь совершает память одного из людей, который именно этим и занимался. Звали его Лукьян, пресвитер антиохийский. С детства он воспитывался в благочестии, очень любил священное писание и был после Оригена одним из таких филологов, знатоков писания, знатоком различных языков, сирийского, латинского, греческого, еврейского, сопоставляя, переводя, делая этот священный труд. Полный кодекс Библии Лукьяновой впоследствии был найден замурованным стенам, потому что жил он во времена гонений. По доносу еретиков Лукьян был посажен в тюрьму, где провел, вдумайтесь, 9 лет. 9 лет заключения он провел в молитве в утешении и ободрении узников, находившихся вместе с ним в тюрьме. И что очень важно, когда смерть приблизилась к нему, и он почувствовал ее холодное дыхание, он захотел причаститься перед смертью. Но поскольку не было в тюрьме, в темнице, ни престола, ни облачения, ни священников, кроме него, ничего необходимого для службы, он, будучи прикованным к стене цепями, совершил литургию на себе. На его грудь положили хлеб и поставили чашу с тайно раздобытым вином, и он отслужил литургию на себе самом, как на престоле. Он, по сути, был живым престолом для живого Бога. До сегодняшнего дня в Святой Православной Церкви совершается литургия на так называемых антиминсах. Есть священная традиция на престолах, в храмах, иметь такой плат с изображением иконописным, положение во гроб Христову. И там вшита частица мощей святых угодников, мучеников, литопреподобных. Это как бы поддержание святой традиции, памяти о том, что раньше литургии совершались на гробах святых, в тайне, в темноте пещер. И вообще, что мученики, святые люди, это люди, чья кровь является семенем христианства. И кровь, пролитая имя за Господа, это багреница, царская одежда, в которую церковь одета. И вот Лукиан, повторяю, был живой алтарь живому Богу. Сегодня, совершая его память, повторяю, вернемся к началу, мы давайте вспомним, где у нас в доме лежит Библия. Посмотрим, не припала ли она пылью, часто ли мы ее открываем. Потому что церковь столетиями боролась за чистоту Слова Божия, для того, чтобы мы сегодня питались этим чистым словесным молоком, и от него возрастали во спасение. Кроме носящих имя Лукиан, мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела Афанасия и Ивана. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.